С приветом, Набутов! А в следующем часе, кстати говоря, мы сегодня запускаем такую историю, которая называется «Научно популярно». Каждую неделю по четвергам с 9 до 10 в этом часе мы будем делать какой-то любопытный эфир, посвященный последним новостям науки, фундаментальной, прикладной, технологиям или приглашать разнообразных популяризаторов всего этого дела, в том числе наших коллег-журналистов или ученых. Сегодня у нас, например, большой друг радиостанции «Серебренный дождь» Михаил Шевченко зайдет для дебюта. Тот самый Михаил Шевченко, который, так сказать, фактически лицо и голос московского планетария, известный историк, популяризатор астрономии. В общем, все, что любит Витя, больше, чем женщины. Да, мы поговорим про московский планетарий, потому что все-таки место знаковое. Это правда. Вот, и я туда регулярно хожу для, так сказать, медитативного отдыха. У них есть несколько очень интересных программ, таких интерактивных. Вот, и, соответственно, заодно поговорим про Венеру, я думаю, сегодня, про русскую планету. Русскую планету, да. Правда, на ней невозможно существовать, но, тем не менее, мы как раз славимся тем, что мы выживаем там, где существовало, где все остальные не существуют. Во-вторых, возможно, Рогозин знает что-то, чему не знаем мы. Да, да, да. Это тоже нельзя отбрасывать. По поводу Роскосмоса, сегодня очередное громкое уголовное дело, точно накануне вечером о нем стало известно. Там опять какие-то сотни миллионов рублей хищений. Честно говоря, вы знаете, даже уже надоело обсуждать, потому что я уже не успеваю это отслеживать. И это не самое интересное, что связано с космонавтом. Вот мне интересно, нам слушатели пишут, например, в Кемерово вы видели Теслу? Николу причем. Сосед мой, в одну пивную ходим. Это гениально, ты сегодня в форме, официально. Конечно, я кормил сегодня полночи, буквально, что грудью. Ты знаешь, это способствует, так на устатки с утра приезжаешь, да. Я большой специалист по приготовлению смесей, температуре купания, разнообразным массажем, специальным зарядком для укрепления глазных мышц на третьей неделе. Ты что, я тут вообще погрузился в тему. О, новый дивный мир, я поняла тебя. Ребята, извините, что мы не про политику, но просто, вы знаете, у нас... Не, надоело уже, все, сил никаких нет больше. Во-первых, вы поймите, мы тоже устаем от этого. И вы нас ругаете, либо, что мы мало про политику говорим. Либо много. Либо нам говорят, что это бесконечная политика, хватит дойти нам музыки, путешествия. Давайте все немало, а то настроение какой-то непроглядный мрак. И мы уже, бэй, мы не понимаем, в какую сторону разорваться. Я на самом деле хочу запустить, ну, благо, теперь не надо никаких телеканалов, хоть на них и платят некоторым товарищам по 100 миллионов рублей. Для меня некоторые цифры достаточно разные, ну, странные. Я все-таки знаю уровень зарплаты всего остального, как строится оплата, там, ведущих на телевидении. Для меня 100 миллионов у Антона Шенина не очень, не очень кажется реальным. Я не говорю о том, что он не зарабатывает такие деньги. Он Артем, по-моему. Или Артем, это какая разница? Одна фигня. Значит, хам, хам, хам экраны. Человек, который блюрит будильники. Абсолютно, да. Но просто разница, что там Соловьев 56, а Шенин 100. Я абсолютно уверен, что Леонид Рудольфович зарабатывает значительно, во-первых, больше, чем 56 миллионов. И уж явно должен зарабатывать больше, чем в качестве просто за одну и ту же, условно говоря, работу, чем господин Шенин. Вот. Киасаяны там по 120 миллионов им нарисовали. Ну, или как их там, правильно? Симоньяны. Симоньяны, Киасаяны. Я думаю, что это все включает еще доходы от продакшена. Ну, то есть, как... Ну, тут вообще расследование мне в ВК интересно посмотреть про них. Да, тем более, потому что они взяли там данные налоговые, то есть там суммированы разные доходы. Поэтому, в общем, Аноркин получает там, я не знаю, 500 тысяч рублей в месяц. Ну, довольно странно, да? Такой же, в общем, ручной ведущий, как их называют. Карманный. Мой папа. Папа. В недавнем прошлом страшный либерал, а теперь уже чудовищный имперец. Ну, короче говоря, я к чему, я к тому, что, в общем, таких денег, конечно, YouTube редко приносит. Но, тем не менее, я решил запустить в ближайшем будущем проект под названием The Young Pope. Молодой папа. Так. Что я считаю, что быть отцом — это модно. И это, в общем-то, правильно. Как запел, да? Нет, вы понимаете, человек, который стал отцом, тут же начал придумывать вот новые течения в воде. Переобусы в воздухе. Так, так, так. Вот. И рассказывать вам секреты применения. Мужикам. Потому что я считаю, что мужики, ну, как-то, я думаю, извините, как-то принято говорить было западло смотреть всякие женские форумы, там, тря-ля-ля. А тут вроде такой же, как вы, чертофан волосатый. То есть ты собрался отнимать хлеб у доктора Комаровского? Именно так. Но я бы со ссылкой на доктора Комаровского, чьи материалы я изучаю с большим интересом. И не только его, у меня есть, я использую конкурирующие всякие разные стратегии. Давай прямо сейчас что-нибудь такое сделай, пожалуйста. Я буду первым подписчиком. Так, что, о чем тебе рассказывать? Да мне плевать, Вить, честно тебе сказать. Давай, могу рассказать про гипертонус. Так, давай. Потому что, значит, кексы, они, я значительно более трепетный, чем мамаша, значит. Потому что меня прямо колбасит, я говорю, ой, он, у него глаза в кучу. Или там в разные стороны. Боже мой, боже мой, это, что такое, это какой-то аутоиммунный. Потом выясняется, что у них у всех глаза в кучу, он дает зомбака. Как это, значит, они так закатываются, у него одни белки, или он их там в разные стороны, они разлетаются. Потому что глазные мышцы не укреплены еще, и только к двум месяцам примерно он более-менее начинает тебя фиксировать, видеть. А первые две, там, три недели он видит только объекты на, там, 20-25 сантиметров на таком расстоянии. А сзади фон размыт, у него там цветовые пятна. И только где-то к третьей неделе он начинает узнавать, там, более-менее лица родителей. Что важно еще? Очень хорошо, если у вас густые брежневские брови, жирные губы. Нужны какие-то такие знаковые детали на лице. Надо гримасничать обязательно, и ты не будешь смеяться. Ты к нему под, значит, там, язык ему покажешь, например, несколько раз, он буквально проходит минуты или две, и он начинает повторять. Он его запоминает, вот, когнитивные навыки, осознавать. Каждый день нужен какой-то маленький опыт, там, по-другому его носить, по-разному надо, там. Ну, в общем, короче, масса всего интересного. Про гипертонус я хотел сказать. Они, значит, все время вот кулаки, вот он сжатый, ноги поджимают. Ну, понятно, газ идет там, он ноги себе дергает, газует. Наш человек. Но, значит, выясняется, что из-за того, что, так сказать, во время беременности последние месяцы уже места мало в пузе, и они поджимают в эмбриональном таком виде, значит, находятся. И, соответственно, у них сгибатели развитые, а разгибатели не развитые. И поэтому, вот, для чего нужны массажи вечерние перед купанием обязательно, значит, надо для того, чтобы этот гипертонус потихонечку разрабатывать. Чем быстрее он разработается, тем лучше. То есть, ну, ножки, ножки, ручки будут разгибаться. Потом уже кулачки постепенно разгибаются. Ну, конечно, очень интересно. Масса всяких интересных историй. А питание? Я большой специалист по смесям теперь. О, я там единичку от четверки отличаю просто на раз. У меня, собственно, метода подготовки теплой воды, что я все время занимался, подкормом. Я знаю, как правильно чередовать грудь и подкорм. В какой последовательности и в каком соотношении это должно быть. Ребята, вы чувствуете? Ну, короче... Как вот сейчас было? Три минуты счастья. Да нет, ну это же круто, это же такой, это же очень интересный, ребята, опыт. Ну, просто вот в плане информационной нагрузки. Но переходим мы к политике. Через несколько минут мы буквально это сделаем. Оставайтесь под серебряным дождем. С приветом, Набутов. Ту ли радиостанцию я включил, пишут наши слушатели. Ничего, ничего, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже часть нашей жизни, никуда не деться. То ли еще будет, бро, пишут наши слушатели тоже. Догадывайся, ребята, догадывайся. Ну, я считаю, что мужской... Прости, я же бать должен называться твой YouTube-канал. Прекрасно. Кстати говоря, я буду... Это Женя из Москвы предложил. Это копирайт, абсолютно. Я ж бать. Я ж бать. Гениально. Кто бы мог подумать, пишет нам из Екатеринбурга, что Витя будет таким прекрасным, трогательным отцом. Кстати, Серебряный дождь в Екатеринбурге вещает на статей 88 и 8 FM. Мы всех там слушателей приветствуем. Я, кстати, заканчиваю уже эту историю. Хочу сказать, что благодаря вам было принято Соломоново решение по названию... А, спрашивают же много. Кекс стал Александром Викторовичем. Семейная традиция Кирилла Викторовича и Виктора Кирилловича была ненадолго... Сломали. Но она сломана на время, потому что никто не говорит, что я собираюсь на этом остановиться. Останавливаться. Вот. И, собственно, было выбрано имя, которое победило в нашем голосовании на Серебряном дождь. Ну, оно, кстати, было самым популярным. Тогда в день... Да, но на самом деле имя Александра, кстати говоря, по-моему, последние 10 лет является самым популярным мужским именем в России. Где? Да, да, да. На протяжении последнего десятилетия. Вот. Нет, есть, наверное, есть еще имя Михаил. Если взять его суммарные, его разнообразные итерации, прежде всего из... Ну, как бы в исламской части нашего народонаселения Мохаммед, Мухаммед, Мохаммад, там разные совершенно... Есть варианты итальянского. Суммарно это самое популярное имя в мире вообще. Вот. Библейское. Но если брать чистое произношение, Александр. Мне нравится. И в английской, и в русской транскрипции звучит хорошо. И в мужской, и в женской. Мне очень нравится, когда Александр, Александр. Вот. Так красиво. Короче, ребята, спасибо за подсказку. Вы позволили разрешить наш конфликт, когда бились два дедовых имени. Было принято промежуточное Соломоново решение. Вау, я топил за Александром. Стал Александром. Стал Александром. Всем Александром привет. Короче говоря, вот. Давайте, не буду больше рассказывать про применение газоотводной трубочки. Я сейчас осваиваю этот процесс. Это меня особенно интересует. Это высокие технологии. Это высокие технологии. Тем более я использую свою. 42-летней давности. Это семейная реликвия. У вас какая там семейная реликвия. У нас семейная реликвия, да. Соответственно, очень эффективная, кстати говоря. Давайте про другие газоотводные дела. Про Укашенко вы уже поговорили, я думаю, про это, так сказать. В прошлом части. Как бы и наугурацию. Обсуждать здесь нечего. Я ничему не удивлен. Тайная история. Напоминаю, без приглашения кого-либо, в том числе иностранного дипломатического корпуса. Приглашение. Без оповещения даже лояльных телеканалов. Абсолютно никого не было. Тайком, без объявления. Причем пресс-секретарь даже за два часа до начала церемонии была не в курсе. Это при 80-процентной, по мнению Лукашенко, поддержки населения. Сто процентов. Сто процентов. И, что немаловажно, не был приглашен ни один дипломат, что является в общем традицией на подобных церемониях, что там в России, что в Беларуси, где угодно, хоть что в Соединенных Штатах, в том числе не были приглашены официальные лица из России. Ладно, там всех остальных не позвали. Но все-таки мы не просто поддерживающее государство, мы союзное государство, у нас отдельный статус. Что в итоге я напоминаю? Ну, понятно, Литва, Латвия, Польша, Словакия не признают Лукашенко президентом. Ох, подожди, подожди, там целый список. Нет, там большой список уже европейских стран. Это, значит, на сегодняшнее утро список не признали Лукашенко. Германия, Словакия, Дания, США, Канада, Украина. Латвия, Чехия, Литва, Эстония и Польша. Ну, собственно, ничего удивительного, что америкосы и англичане не признают. Понятно, Прибалтика плюс Польша, понятно. Некоторые другие европейские страны, типа Чехия и Словакия, с этим все понятно. Что важно, не признала Германия. Ключевой игрок Европейского Союза. И, на мой взгляд, интересно посмотреть еще на реакцию Франции, которая, я думаю, что выступит с таким заявлением сегодня. Макрон тонкий, хитрый политик. Наверное, взял небольшую паузу, но тем не менее, уверен, что последует тем же путем. Ну, исходя из его заявления, которое он сделал на Генассамблее ООН, когда он обратился с призывом соблюдать права человека в Беларуси и вообще Лукашенко как-то взять себя в руки, я думаю, что он присоединится, конечно, к Германию. Ну да, да, ситуация понятна. Самое важное, что Германия не признала. И что мы имеем? Мы имеем фактически... Я понимаю, что Лукашенко, в общем-то, может быть и наплевать. Он уже... Заигрывания с Европой закончены. Отдался он нам за деньги. Вынужденная для него, конечно, мера, но тем не менее. Фактически... Все-таки это юридическая история очень любопытная. Фактически Лукашенко начинает существовать в полулегальном режиме, что касается международной арены. И вот это теперь интересно. И это такой довольно серьезный рычаг давления. На него, в том числе и для Кремля. Кстати говоря, потому что все, помощи больше ждать неоткуда. Поэтому, ну, сериал продолжается. Как я и говорил, сериал может быть достаточно долгим и в таком состоянии при нашем подкорме регулярном. Он может просуществовать еще годик-два. Ну, а потом уже понятно, что, в общем, конечно, его звезда все равно идет к закату. Ну, какая-то будет либо конституционная реформа. Как-то у меня нет ощущения внутреннего, не знаю, как у вас, что вот эти массовые протесты, уличные именно, я не беру стачечные забастовочные движения, которые, насколько я понимаю, потихонечку пошло на спад, да? Нет, пока. Стачки забастовки продолжаются? Продолжаются. Повсеместно, но, тем не менее, предприятия при этом работают. Так или иначе. Пускай, может быть, там где-то в сокращенном режиме не все конвейеры и так далее, но экономика как-то существует. Ну, я думаю, оно еще... Но, между прочим, вот сегодняшний... Продержится. Силовики поддерживают. Сегодняшнего дня планируется усиление именно стачек из забастовок на предприятиях. Ну, вот это, что касается внутренней повестки, протестного движения, это очевидно, что это самый серьезный рычаг давления внутренний на него, а не мирные абсолютно демонстрации на улицах, с которыми, в общем, прикормленные силовики, которые накануне присягнули президенту. Это очень важный момент. Мы присягаем там народу Белоруссии, т-т-та, и лично президенту Белоруссии. Народ, естественно, в таких раскладах идет по боку, потому что, что такое народ, никому неизвестно. Народ. Да, но при этом смотри... А вот кто такой президент и что от него можно получить, силовики прекрасно знают. Я слежу за разными постами людей, которые живут в Белоруссии, которые выходят на протестах. Самым популярным высказыванием после вот этой самой присяги вчера стало то, что со вчерашнего же дня любые действия силовиков становятся официально незаконными. По одной простой причине. Если они выполняют приказы господина Лукашенко. Потому что легитимным президентом Белоруссии является Светлана Тихановская. Легитимным для всего остального мира. Да, да, да. И, естественно, там скучает отсылок. Но, тем не менее, понимаешь, игра становится еще тоньше. Я согласен, да. Но она и будет вот так вот колебаться в этом полу... Он и будет болтаться в этом полулегальном поле, собирая, во-первых, налоги и имея возможность ими распоряжаться, откровенно говоря, плюс получая поддержку финансовую под корм из Москвы. Он может в таком ситуации существовать достаточно долго. Между прочим, призывы не перестать платить налоги и оплачивать коммунальные услуги уже звучат. Да, это очень хорошо, но они автоматически взымаются. Ну, как ты перестанешь... За тебя бухгалтерия все оплачивает, а предприятия почти все рабочие. Ну, государственные, извините меня. Так что непонятно, как это делать. Поэтому следим за историей. Сериал длинный. Знаете, о чем я хотел поговорить? Два слова про коронавирус, Даша, с твоего позволения. Да, конечно. Что ты уже рассказывала. Это опять становится актуальным, увы. Вот, у меня и был вопрос к вам, ребята. Я хотел бы... Поймал себя на мысли накануне, что как-то... Ну, какие-то цифры там каждый день про коронавирус, все я вижу, какие-то ограничения для выезжающих и въезжающих. Сейчас, кстати, мы об этом... Там я вкину пару информаций свежих. Вот. Но что как-то на фоне того, что происходит в Беларуси, какие-то других событий... Немножко... Ну, подустали мы, да, от этой темы. Приелось как бы. Свыклись с ней, сжились. Нет, вот я хочу у вас спросить. Витенька, она еще психологически очень страшная. Ты отгоняешь от себя мысль, а, возможно, и второй волне вот этой изоляции. Конечно, конечно. У меня, по крайней мере, так. Вот я хотел у вас спросить. Ребят, вы как-то следите за коронавирусными новостями? Продолжаете ли соблюдать серьезно меры такой собственной безопасности, скажем так? Или все-таки уже, положа руку на сердце, подзабили на это дело, свыклись, что, возможно, придется заболеть, переболеть? И... Ну, а что, жизнь-то продолжается? Такая вот... Какие настроения у вас? Расскажите. Плюс 7903-797-6333. СМС, он же WhatsApp. САП-731, ваш телефон в студии. Даша рассказала о пике заболеваемости в мире. Это последний отчет ВОЗ за прошлую неделю. Он вчера был попреком. Да, это касается и Соединенных Штатов, и Европы, и Южной Америки. Только Африка у нас хорошо себя чувствует. Зато там очень высокая смертность в отличие от Европы, где смертность на 10% снизилась. Согласен. Я хотел, кстати, про смертность поговорить. Вот я вчера созванивался с моим другом детства, очень близким. Он нейрохирург питерский, и сейчас у него несколько клиник небольших. Там всякие гастроэндрология, там, то, сё, 5-10-ых. КТ, МРТ. Несколько аппаратов у них своих. Угод просто на 2 месяца вперед очередь расписано. Мы еще несколько заказали, ждем. Ну, просто тяга такая идет. Плюс в Питере опять выстраиваются очереди в больницы, очереди из скорых. Только накануне в Питере в первом городе разрешили массовые мероприятия. Это довольно смешно звучит, потому что в Питере даже официальная заболеваемость растет очень серьезными темпами. Город вышел на второе место не только по численности жителей, но и по заболеваемости. Две, там, 2200 человек только официально в день. В Москве 4, около 4, что-то такого типа. Вот. Ну, плюс-минус, я могу немножко сейчас путать цифры, напомню. Короче говоря, в Питере 7% смертность от коронавируса. Вы представляете себя? Так, по России вчера было всего... Да, что-то не бьются с Россией, с 6 чем-то. 431 человек. Так. Сейчас по Москве сейчас скажу. Посмотри. Сейчас. Может быть, я московские цифры перепутал. Ну, короче говоря, в Питере ситуация, он говорит, просто вот, ну, находясь внутри Минздравоохранительной системы, говорит, просто ахово. Просто ахово. Ну и, собственно, в Европе тоже дела не очень. Вот правительство Великобритании с 28 сентября повышает до 10 тысяч фунтов стерлингов. То есть 13 тысяч долларов штраф за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом. Лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19, будут обязаны самоизолироваться. Если нарушили, получите 10 тысяч фунтов. Еще в пятницу премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии. При этом он заявил, что власти держат ситуацию под контролем. Так, на всякий случай. 970 за вчерашний день. Где? В Москве 970? Значит, в Питере уже больше, чем в Москве. Прирост почти 1%. Ну да. При всем нашем доверии или недоверии к официальной статистике, очевидно, что проблема-то никуда не ушла. Вот какая она для вас? Испензы нам пишут по французским меркам, а я напомню, что во Франции, помимо оранжевых и красных зон, Париж, например, по крайней мере, теперь делится еще и особо опасная также красная зона, добавляется новая. Ницца красная зона. Там очень много чего с очень жесткими ограничениями. Так вот, Иван Испензы пишет по французским меркам, Пензенская область очень красная и опасная зона. У нас более 160 активных больных на 100 тысяч населения. Это больше, чем расчеты опасной красной зоны в Париже. При этом особых ограничений нет, пишет Иван. Гуляем. Понятно. Понятно. Ну, тех таких ограничений, как в максимум, там, конца мая, в июне месяце, уже, наверное, не будет в смысле того, что государство просто не в состоянии нести такой объем компенсационных выплат, какой был в два летних. Ну, вот смотри, два разных сообщения. Одно от Андрея Ивановича Ленинграда. Да, не ношение маски, масок, это все будет. Вообще, моя семья не следит за коронавирусом, не слушают о нем информацию. Мы считаем, что это просто всемирный лохотрон, преследующий свои определенные цели. И прямо следом за Андреем пишут. Какие, если не секрет? Да, во-первых, какие цели. Во-вторых, вот смотри, Виталий тут же пишет, следим за коронавирусом. И один из работников следит из больницы уже, и двое дома с температурой. У меня тут тоже два знакомых семейства полностью слегло. Одни очень тяжело болеют, а другие очень легко. Вот, все-все-все, две семьи, по четыре человека, и там, и там. Вот, хорошо, вы накидываете, пока просто интересно, какие у вас настроения по этому поводу. Про многоцелевой истребитель Су-30. Ты рассказывала в Тверской области? О, боже, нет, я не дошла до этой новости. Это огонь. Ну, я не знаю, огонь в прямом смысле слова. Я тебе к чему? К счастью, обошлось без чайческих жертв, но в Тверской области во время планово-учебного-тренировочного полета был сбит самолет Су-30. Значит, и вот выяснилось, что в Су-30 случайно попал снаряд, выпущенный другим самолетом. Экипаж катапультировался, состояние летчиков в порядке и так далее. Значит, по данным телеканала РЕН-ТВ, в данном случае во время полета два истребителя Су-30 и Су-35 отрабатывали тактику ведения воздушного боя. Планирую, что Су-35 должен произвести фотострельбу. То есть заснять фотокамеры преследуемый самолет после захода на цель. Вместо этого он пальнул из авиапушки и сбил предполагаемую цель. Ну, все как обычно. Так, давай почитаем сообщение. Александр из Калуги пишет нам. Здравствуйте, на вирус забил, не слежу. В феврале очень жестко болел. Есть мнение, что это был он. Живу и радуюсь. Еще комментарий. Очень боюсь заболеть без симптомов, пишет нам. Никогда не соблюдал и не интересуюсь. Вот смотрите, вот у нас одно общество, одна аудитория, примерно, наверное, одинаково мыслящая. А вот по этой теме какие разные у нас, так сказать, образ мышления и разное поведение. Интересно, удивительно. Друзья, мы еще почитаем ваше сообщение, будем принимать звонки. А, кстати, я еще про наши вакцины хотел несколько слов рассказать. 7976333. После паузы, наверное, да. Да, через несколько минут вернемся в эфир. С приветом, Набутов. Ну что, ребят, я напоминаю, так в проброс у вас спрашиваем, следите вы за коронавирусными новостями и соблюдаете ли жесткие правила, ну для себя, во всяком случае, там, не знаю, изоляционные, гигиенические, такие-сякие, пятые, десятые. Слежу, да, и на федеральном, и на региональном, там, телевидении, видимо, а подзабили все, даже неудобно в маске ходить, выглядишь, как ненормальный, нам Сергей из Калуги пишет. Ты знаешь, я нашла собата. У меня тоже такое есть ощущение, что вот люди по... Я ношу. Я тоже ношу. Ну в общественных местах, в магазинах, я не знаю. Места, да, у меня с собой всегда есть перчатки. И выглядишь как идиот, честно говоря. Да, мне плевать, как выгляжу, понимаешь? Нет. Естественно, отбор решит, кто был идиот, а кто нет. Нашла собата по несчастью, Игорь пишет, из Москвы, приходится следить, на конец октября есть билеты в Стамбул, и как тут быть опять? Заболеть было бы не страшно, но черт его знает, как будет проходить эта болезнь, и вот именно это и настораживает. Опять я жбать, мне очень понравилось. Беру, беру в качестве названия подкаста для молодых отцов. Так, не диагностируют ковид сейчас, а пневмонию, когда здоровые люди забывают, как дышать. Легкие поражаются бессимптомно, и это довольно значимый процент. 100% у меня два партнера по бизнесу, так лежат дома сейчас. Саша из Москвы пишет, первая волна еще не завершилась, рано о второй речи вести. Напрыскиваю спиртом руки и прочее, маски, перчатки, немного параноик. Тем временем, друзья, сообщаю вам, не знаю, с Дашей вы говорили или нет, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, в том числе выехавшие сейчас массово в Турцию, куда чуть-чуть не 90 рейсов в день летает, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней изоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой. То есть минимум три дня вы закладываете из своего отпуска, слетав, например, в ту же Турцию, на то, что вам надо будет их привезти дома. Я уверен, у меня есть такое ощущение, что соотечественники массово не будут дожидаться результатов тестов и вывалят на работу или будут, так сказать, существовать активные социальные жизни. У меня, то есть это как бы в общем... Я напомню, что по прилету в течение трех дней вы должны сдать тест и результаты этого теста загрузить на госуслуги. Именно. Марат из Петербурга нам пишет. На работе умер один сотрудник, несколько заболело с интервалом месяцев четыре. Я от вируса защищаюсь с самого начала. Но людей в масках нет. Это из Питера, от слова совсем. Умершего коллегу выдали в запаянном пакете, при этом с диагнозом, что умер от пневмонии. Такая вот Петрушка. Вообще город странный. Если приходится ездить в метро, надеваю респиратор 3М. Это удобнее и тупо дешевле масок. Так меня фотографируют, как в зоопарке. А недавно пьяный мужик объяснял, что я дурак, мол, мне сказали носить маски. Я и ношу. Надо своей головой думать. У меня подруга из Германии приехала. Я, по-моему, даже как-то рассказывал. Не так давно, как через Турцию добиралась. Она говорит, летит самолет из Германии, Стамбул, условно говоря. Или там Анкара. В основном немцы летят. Ну, или турецкие немцы, скажем так. Весь самолет в масках. Полностью вообще ни одного человека. Самолет Стамбул-Москва. Ни одного человека в маске. Ну, точнее, несколько есть. И это немцы, которые там летели из Германии и пересели. Вот типа меня. Такие идиоты. Вот вам ответ на вопрос. О том, что мы вообще тут можем с вами построить вместе. Кстати, про Питер. Есть любопытная такая информашка. Не знаю, как вы ее оцените. В школу Петербурга на этой неделе разослали алгоритм действий классных руководителей и социальных педагогов, согласно которому учителя должны будут выявлять экстремистов в интернете среди своих учеников. Подность документа уже подтверждена. Что? Прости? Значит, согласно алгоритму, учителя в петербургских школах должны будут обратить особое внимание на призывы к изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства со стороны школьников. Ну, и также там оправдание нацизма и терроризма. А также на предложение называть в честь Адольфа Гитлера улицы и города и распространение ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны. У нас, откровенно говоря, некоторые ложные сведения о действии СССР во время Второй мировой войны стали основой государственной политики. Поскольку мы знаем, да, мнение господина Мединского, мы с вами помним, что не важно, что событие придумано. Главное, что это устоявшийся миф. Иногда миф народу важнее исторических факторов. Значит, если учитель найдет какие-либо призывы, значит, в соцсетях своего ученика, это вот еще учителям, у которых и так там сверх нагрузка, вот они сидят в соцсети своих учеников листать, он обязан будет сделать скриншот и составить служебную записку на имя директора школы, а также, а директор школы же будет обязан обратиться в полицию и центр Э. Вот. Я напоминаю, что все это в продолжении истории, что 22 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территории России, а в июле она в третьем чтении приняла законопризнание отчуждения территорий экстремизмом. Это окей, это понятно, это вот второй вопрос. Ведь не просто так подобные бумаги появляются. Там, я понимаю, терроризм, все с этим делом ясно, там Адольф Гитлер, черт с ним, все, все, окей. Довольно странно, чтобы школьники в шестом-седьмом классе, значит, сидели у себя в ТикТоке, призывали к отчуждению территории, там, не знаю, каких, Курил, к Японии, к Калининградской области, там, не знаю, к Германии. Это что, вообще, что ли? Это самые страшные люди. Абсолютно. Особенно шестой класс, пятый еще туда-сюда, шестой, ну, все поголовные экстремисты. Потенциальные террористы. Потенциальные они в пятом, в шестом они уже вполне себе действующие, знаешь. Согласен, да, мне учителя, некоторые говорили об этом, а также родители. Но, согласитесь, ну, меня это как-то резануло, и подобные же бумаги не появляются просто так. Это значит, что какое-то ощущение по поводу настроения подрастающего поколения, которое скоро станет избирателями, активнее вольется в политический процесс, какие-то опасения, причем весьма серьезные, в наших политических верхах есть. Может быть, я не прав. Вот каково ваше мнение? С чем связано появление такой бумаги? Ты знаешь, мне... Прокомментируйте, будет интересно ваше мнение. Я еще хочу с другой стороны посмотреть на это. Плюс 7903-797-6333, смс, он же WhatsApp, 730-101, наш телефон в студии, ну, и про ковид тоже. Да, нам говорят о том, что учитель должен быть эмоционально близок со своими учениками, тогда они его будут слушать, прислушиваться к нему, да, с большим удовольствием, значит, поглощать эту информацию. О какой эмоциональной близости в данном случае мы можем говорить, когда один следит за другими, еще и по обязаловке. Это все очень странно, понимаешь, чтобы согласия не было нигде. Нами управляют старики, которые в юности в детстве пересмотрели советские фильмы про Великую Отечественную войну, пишет наш слушатель без подписи. Ну, как-то, вы знаете, стариков, когда происходил большой дележ общей собственности в 90-е годы, они как раз были в самой силе, да, там, им всем было лет, там, по 30, 40, даже меньше, да, меньше 40, и они прекрасно на себе ощущали все преимущества, которые новый капитализм им дал, и у них сейчас и Мерседесы, и виллы, недвижимость за рубежом и так далее, и податное, так сказать, население под рукой, вот как-то 20-30 лет назад они как-то особо об этом не думали, их вообще не парило, а теперь вдруг как-то забеспокоились. Александр нам пишет, это, конечно, ужасно, ведь это борьба с инакомыслием в чистом виде, хотят воспитать в школе лояльных к власти молодых людей, а ведь под эту статью можно подогнать все, что угодно. Трактование у нее действительно довольно широкое. То есть вы хотите сказать, что это просто такая целенаправленная политика и игра в долгую, а не реакция на какие-то, как, вот, например, я считаю, на какие-то потенциальные угрозы, которые могут уже в самое ближайшее время всплыть в нашем государстве. Например, когда Владимир Владимирович будет покидать свой пост и выйдет вообще в любом виде из активной политики, и нам, так сказать, светит битва этих пауков там в банке на политическом олимпе. И поднятие головы среди региональных... Крики, крики наших всяких депутатов, которые занимаются вот семейными делами, вот это вот люди, ау, караул, ужас, мы не знаем своих детей, ребята, дети, которые будут знать, что вы за ними стучите, вы их вообще и не узнаете никогда. Тоже правда. Никогда, понимаешь? То есть это еще больше разъединяет поколение. Да, я вам сейчас еще, кстати говоря, еще одну такую совковую информацию и тоже из Питера вам расскажу. Тоже вот буквально два дня назад это случилось. Законодательное собрание моего родного города хочет регламентировать работу уличных музыкантов. Документ уже утвержден в первом чтении на заседании осенней сессии. Теперь послушайте. Господи, кровь из глаз вообще все это читать. Как говорится в тексте документа, музыканты смогут выступать легально в ограниченном количестве мест, перечень которых должны утвердить чиновники. Предполагается, что это будут места, расположенные рядом с учреждениями культуры. Чтобы выступить, музыканты должны будут подать заявку. Ее форму разработают в Смольном. Еще одно ограничение, предписанное в законопроекте, количество участников выступления, не больше десяти. И, видимо, будут какие-то государственные проверяющие люди, проверяющие эти заявки, проверяющие количество, выдающие... Господи! Получающие за это зарплату. Да-да-да. Длительность концерта не должна будет больше шести часов. А то что? Да. Если музыканты используют звукоусиливающую аппаратуру, ну, например, Хрюшкин Пятачок, знаешь, называется? Да. Маленький такой. То сила звука не должна будет превышать 60 децибелов. У них еще у всех будет, видимо, специальный приборчик. Значит... На приборчике тоже можно будет подзаработать. Уличные музыканты — это целая аура, особый дух Санкт-Петербурга. И те выступления, которые мы с вами часто видим на Невском проспекте, на Большой Конюшиной, Дворцовой площади и ряде других точек нашего города, должны быть в законе. Ребят, это наша гордость, поэтому давайте мы ее зарегулируем. Мы однозначно выступаем за разнообразие культуры во всех ее проявлениях, но все должно быть в законе, заявил автор законопроекта депутат Денис Четербок. Он же автор закона о запрете авторских баров и наливаек, которые немножко пока притормозили. Что такое? Питер рождает нам нового Милонова? Не могу понять. Я еще на самом деле не кусочек куда-то из этой большой информации куда-то задевал. Там еще смешно, что тематика выступлений должна соответствовать тому культурному учреждению, рядом с которым музыканты получили разрешение выступать уличные. Так, вот это вообще становится интересно. Например, если они играют у Эрмитажа, то это должна быть, условно говоря, вариацией на тему классической музыки, я не знаю. Если это русский музей, то, соответственно, тематически это должны быть какие-то народники. Давай, быстро, место в Питере, где можно будет исполнять матерные частушки. Вот, у наливаек и у баров, которые будут закрыты. Замкнутый круг получается. Гениально. Как это? Где это? В Асе или в Игле? Последняя сцена, где он сидит, и Цой сидит, и ему барышня такая... Аса. Это в Асе, да? По-моему, это Аса. Читает положение из региона. Положение, да. Да-да-да, по выступлению вокально-инструментального ансамбля. По-моему, Аса, если ничего. И утверждению репертуара, и он уходит на полслова. А по поводу вот этих методичек, которые раздают в школах Санкт-Петербурга, справедливо, в общем, довольно полагают наши слушатели. Виктор, вы же понимаете, что таким образом пытаются не столько мониторить настроение школьников, сколько настроение взрослых в их семьях. Ну, про взрослых ничего не сказано. Ну, понятно, что каким-то образом, видимо, будут получать по шапке родители. А что, сынок, там, не знаю, в одиннадцатом классе затеял какой-нибудь исторический спор с одноклассниками по поводу, там, не знаю, конвенции 56-го года и территориальной принадлежности Курил, например? Ну, просто, просто исторический разговор. Да, Господи, дискуссия, это всегда прекрасно. А родителям 500 тысяч рублей. Чпок. Иди сюда, сладенький. Фу, Вить. Давай лучше ты про кормление грудью опять сейчас что-нибудь расскажешь. Да, и как раз они будут против, что родители кормят грудью своих детей. Через пару минут, друзья, продолжим. Виктор Набутов, Дарья Гордеева, оставайтесь под серебряным дождем. С приветом, Набутов. Ведь, смотри, тут про уличных музыкантов, это, оказывается, не только такая питерская история. Из Москвы пишет нам Любовь. Ребят, у нас школа африканских барабанов. Существует 14 лет. Так. До 15-го года играли каждое воскресенье в музеоне на сцене у Крымского моста. Извините, африканские барабаны, это, наверное, конги, джембе. Вероятно. Так. У школы тысячи выпускников. Так. Приходили по 20-30 человек. Люди танцевали, радовались. С 16-го года, Алис Капут, заявки. И не больше 10-ти человек по времени играть. Два часа. Играть просто прекратили, это абсурд, пишет Любовь. Доброе утро. Напомните, сериал, который вчера рекомендовал Набутов, пожалуйста, заняться нечем. Вся надежда на видео называется «Вскорбленные волками», который не понравился Даше, но очень понравился мне. Новый сериал Ридли Скотта. Сегодня, кстати, последняя серия первого сезона. Только тут надо понимать, мне не сериал не понравился, мне не понравился последний «Чужой», который завет, который... До сериала я еще не добралась. Бомбический совершенно, на мой вкус, сериал. Столько очень глубоких, важных линий. Там и про создание, про религию, про веру, про нравственность. И все это, в общем, на фоне из последнего завета пейзажей. Кеплер-22b, планета, где все происходит. Это та самая одна из первых экзопланет, где потенциально может быть жизнь в зоне обитаемости, которая находится, значит, происходит. И что я хотел сказать, разговор про космос и про московский планетарий мы с Михаилом Шевченко продолжим в следующем часе. Ты знаешь, наши слушатели тут сдаются вопросами, что законотворчеством у нас что, шизофреники занимаются? Я считаю, что ответом на все подобные вопросы будет отличный комментарий от Артема из Красноярска, который предлагает переначить известную поговорку и все происходящее в нашей стране называть так «За что молчали, на то и напоролись». Примерно так. Артем, браво. Да. Ну, так уже было в 20 веке же. Все молчали, все молчали. Был 37-й год, такой год. Одни чистки, другие чистки. Потом все ужаснулись в конце 80-х, в начале 90-х. Потом решили просто все забыть, как будто этого и не было. Сейчас получаем опять. Все по кругу. Я что хотел сказать. Как зовут этого чудесного депутата, который тут в эфире какой-то там этого псевдополитического программы на центральном телевидении рассказывал про датские зоопарки для зоофилов? Ну как? Что с? Ну как? Какой-то депутат Госдумы, который выступал. Я уверен был, что ты это обсуждал. Чего? Это было два или три дня назад, когда он выступал. Сказал, вон, посмотрите, в Дании. В Дании целые там зоопарки или специальные парки с животными для зоофилов создали. Хочешь... Что? Хочешь, извините, поиметь черепашку? Приходи. Да ты что? Нет, Витя, просто я читаю нормальные новости. Это везде было, ты что? И по этому поводу даже целый мем появился, там целая шутка уже возникла, что звонок в датский зоопарк, скажите, можно у вас прийти, черепашку там это самое? А я говорю, да, откуда вы узнали? А вот депутат такой-то рассказал, а, да, это наш постоянный клиент. Я сейчас найду. Нет, это как-то прошло совершенно... А депутатов там нельзя? Не знаю, это вот депутат нашей Государственной Думы. Нет, ну вот меня интересует, не представлены они в зоопарке? Депутаты можно в стенах Государственной Думы, там... Журавлев пишет. Журавлев, Журавлев, да. Очень контактный зоопарк. Боже мой, господи. Бедные датчане, как они много о себе могут узнать из программ на наших центральных телеканалах. Владимир из Ярославля нам пишет. Вчера же была новость о расследовании, в котором выяснилось, что часть аргентинского кокаина предназначалась депутатам Государственной Думы. Теперь понятно, с чего они такие законы принимают. Это для тех, кто пропустил расследование центра досье. И там, как бы, по словам одного из обвиняемых, не только для депутатов Государственной Думы предназначался, но, например, и для членов Совета Федерации. Еще раз, тут надо сослаться еще раз на историю. Центр досье опубликовал эту информацию. Да, да, да. Там большое вообще исследование. У Пескова спросили, вы читали расследование по поводу, так сказать, судьбы вот этой 400-килограммовой партии? Он сказал, мы читали, но не читали даже до середины, там ничего интересного нет. Прости, пожалуйста, но вот возвращаясь к истории с очень контактным зоопарком от депутата господина Журавлева, спасибо нашей слушательнице Екатерине, которая прислала следующую фразу. «Был беспечным и невинным черепахи юный взгляд». Катя, спасибо вам огромное. Друзья, Михаил Юрьевич Шевченко, кандидат физико-математических наук, Союз журналистов Москвы, член ученого Совета Московского планетария через несколько минут.